Российская пропаганда. Безрассудная и безжалостная одновременно. На протяжении многих лет рупоры Кремля с голубых экранов телевизоров без устали создавали вокруг матушки России мнимый ореол сытости и благополучия. Мы имеем два с лишним десятилетия практики такой политики. Никакого либерализма нет. Это не либерализм, фактически диктатура. В то время как одна половина кремлевских пропагандистов, пусть и на словах, подымала Россию с колен, вторая на эти же колени ставила уже Европу. А теперь смотрим на карп. Мы спокойно группировкой обнуляем. Из Вильнюса делаем Вильню. Вспоминаю, что такое Ревель. И спокойно правый фланг прибалтийский себе освобождаем, не ломая голову, что нас кто-то может ударить в тыл. Особая отборная порция критики от кремлевских пропагандистов в последнее время достается Германии. Фейки о ней на российских каналах плодятся в геометрической прогрессии. И один другого краша. Это просто бесконтрольная орда, у которой общая заточка – это убивать всех и уничтожать все. Вот, собственно, чем они занимаются. А уничтожает российская пропаганда в первую очередь остатки здравого смысла. То, что рассказывают о жизни за поребриком в своих программах Киселевска, Беева и Симоньян, ни на одну голову не налазит. Все словно в сумасшедшем доме. Например, в российских СМИ массово разгоняют новость о том, что в Германии началась мясная инфляция. Цена на свинину выросла на 20%, мясо птицы подорожало на 23%, а говядина поднялась в цене на 22%. Поэтому жители ФРГ ради экономии стали массово менять рацион питания или вовсе отказываться от мясной продукции. И похоже, что это не предел. Давайте разберемся, стоим ли мы на пороге нового продовольственного кризиса. И правда, увидев ценники на мясо в европейских странах и переведя это в национальную валюту, можно прийти в ужас. Отдела со свининой. Здесь 1 килограмм. Он стоит 9,49 евро. Еще есть вот такая вот свининка. Здесь больше 700 грамм. Цена 5,99. Свиной гуляш 800 грамм. Стоит 7,39 евро. Да только лживая российская пропаганда кое-что умалчивает. Так, минимальная заработная плата в Германии составляет более 1600 евро в месяц. На эти деньги можно приобрести ни много ни мало 170 килограмм отборной мясной вырезки. А вот на минимальную российскую зарплату в 12 130 рублей можно купить лишь 20 кило свинины. И то по акции. И кому тут приходится отказываться от мясной продукции? Она рисует как бы западная жизнь в таких мрачных тонах, что тут кризис, там уличные бои, разврат и так далее. И, видимо, это такая тактика для того, чтобы убедить россиян, что на Западе люди или хуже живут, или, по крайней мере, не лучше, или не сильно лучше живут, чем в России. Это, видимо, связано тоже с тем, что в России жизнь становится более сложной. Чем хуже становится жить в России, тем страшнее новости из Европы показывают по телевизору. С социальной взрывчаткой назвал повышение цен на отопление в Германии канцлер страны Олаф Шольц и призвал немцев быть готовыми к затяжному периоду инфляции. Так, по данным российской пропаганды, в Германии ограничивают подачу воды и электроэнергии из-за кризиса. А зимой, по словам журналистов из РФ, немцы вместо собственных квартир будут массово ютиться в строящихся отапливаемых бараках. Ведь греться от холода без кремлевского газа европейцам будет нечем. Сейчас действительно есть призывы со стороны правительства сократить употребление энергии, тепла, газа и так далее. В связи с тем, что, видимо, будет некий дефицит газа в зимнее время, но что проблемы тут могут возникнуть не для граждан обычных Германии, а скорее могут возникнуть проблемы для снабжения промышленности. И никому ничего не будут отключать. Газа для населения в любом случае хватит. И электроэнергии. И даже если будет кризис зимой. А вот в России такой проблемы точно не будет. Ведь уровень газификации страны с немыслимыми запасами ископаемых не превышает 70%. С качественным водоснабжением за поребриком дела обстоят еще хуже. Для многих жителей РФ открытие на улице водокачки уже событие планетарного масштаба. Жители почти 80 домов в частном секторе Томска тоже наконец-то будут пользоваться водопроводом. Как люди радовались забытой возможности круглосуточного доступа к воде, увидела Дарья Федотова. Но россиянам на собственное благополучие и качество жизни давно наплевать. Десятилетиями они сводят концы с концами. Живя в аварийных домах, топя квартиры буржуйками, испражняясь на улице и стирая вещи в ближайшей реке. Приносят на речку и белье, и ковры с половиками. Раньше это было необходимостью. Сейчас же полоскалки стали уже своего рода традицией. Такой же традицией, как и заглядывать в рот Западу. И винить во всех своих бедах Европу. А если по телевизору скажут, что в Германии или Польше людям живется гораздо хуже, на душе у россиян становится теплее. Так, вместо централизованного отопления, они и греются от зимы до зимы. Ты живешь в аду. Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю.